Светлана Феодулова В Москве в обычной семье государственных служащих родилась будущая знаменитость – редкостный голос, который впоследствии отметят в книге рекордов Гиннесса. Нельзя сказать, что семья девочки к музыке не имела отношения. Двоюродный дедушка Светлана по папиной линии исполнял сольные партии в Большом театре. У папы хороший слух, а мама училась в музыкальном училище и мечтала стать актрисой. Но мечта не сбылась. Поэтому, заметив музыкальные способности у Светы, родители создали все условия, чтобы она и сестра учились играть на фортепиано. Когда Светлана стала больше внимания уделять пению, родители отправились с ней на прослушивание. Педагоги по вокалу заметили неординарный диапазон в пять октав, голос девочки, ее музыкальность и абсолютный слух. Семилетняя ученица музыкальной школы имени Шаляпина сразу попала в хор Попова и быстро стала его солисткой. Певица Светлана Феодолова стала особенно популярной после шоу «Голос». Каждый день будущей оперной певицы был расписан по минутам. Утром она отправлялась на занятия в общеобразовательную школу, а во второй половине дня на занятия в музыкальную. Она всюду успевала не только отлично учиться, но и получать призы и награды на отчетных концертах. Кроме музыки, Света увлекалась математикой, физикой, историей и литературой. Когда Свете было восемь лет, она должна была петь с оркестром Плетнева. Стоя за кулисами, девочка боялась и переживала так, что у нее дрожали коленки. Тогда она думала, что больше не будет подвергать себя таким испытаниям, и этот концерт для нее будет последним. А когда Света вышла на сцену, увидела полный зал, почувствовала теплоту публики. Волнение улетучилось, и девочка запела. Ее несколько раз вызывали на бис. Тогда Света поняла, что пение и сцена неразрывно связаны с ее жизнью. Прежде чем достичь высоких результатов на сцене, Светлана усердно продолжала учебу в Академии Хорового Искусства имени Попова. В Международной Академии Искусств в Италии брала уроки вокала у Пушкиной и у оперных певцов с мировым именем. Светлана занималась в классе «Мирзаян». Светлана работала со знаменитыми итальянскими артистами Кабалье, Чичерея Бартоли и известными российскими певцами Захаровой. Она принимала участие в творческих концертах Шаинского, Пахмутовой, Резника и других знаменитых композиторов. Светлана Феодолова с 2010 года отмечена в Книге рекордов Гиннесса как обладательница самого высокого голоса и самого высокого колоратурного сопрано. Светлана обладает престижными премиями и наградами, среди которых не только сертификат Книги рекордов Гиннесса, но и Золотая звезда, рекордсмена России, диплом Книги рекордов России, Гран-при и диплома лауреата международных конкурсов. Феноменальные вокальные данные певицы вызывают восторг не только у российской публики, но и у зарубежных ценителей оперного искусства. Она настолько виртуозно владеет голосом, что ей подвластен любой репертуар. Светлана Феодолова – представительница стиля кроссовер. Светлана Феодолова старается всесторонне развиваться. Она интересуется как сценическими движениями, так и мастерством актера и режиссурой. Молодая оперная певица сочиняет стихи, любит посещать кинотеатры, путешествовать по окрестностям Москвы. На мотороллере увлекается радиоэлектроникой, читает книги по астрономии и физике. Мечта Светланы – собственная школа вокала. Светлана какое-то время работала в сфере туризма и даже организовала собственную туристическую фирму в Москве. Сначала ей удавалось совмещать пение и бизнес. Позже, когда популярность и востребованность певицы стали набираться с оборотами, с туризмом пришлось расстаться. Такая замечательная биография молодой, красивой и перспективной певицы с самым высоким голосом в России. А теперь вашему вниманию голос Светланы Феодоровой. 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 Светланы Феодоровой.